1 апреля начался весенний призыв в вооруженной силы Российской Федерации. Как сообщает информационное агентство Интерфакс, со ссылкой на военного комиссара Московской области, всего в Подмосковье на призывную комиссию должны явиться порядка 30 тысяч человек. А отправятся в военной части около 5 тысяч призывников. О том, как проходит призывная кампания в Люберецком округе, узнал наш корреспондент. Призыв на военную службу начался 1 апреля. За две недели кампании уже состоялись первичная постановка 17-летних граждан на воинский учет и несколько призывных комиссий с отправкой новобранцев в места прохождения службы. Важнейший этап мобилизации – прохождение медицинского освидетельствования. Медицинское освидетельствование призывников осуществляется в медицинской комиссии. В состав медицинской комиссии входит 8 врачей-специалистов. В случае невозможности вынести решение в ходе проведения освидетельствования, а именно при наличии у призывников каких-либо серьезных заболеваний, призывники направляются на дополнительное медицинское обследование. Текущая призывная кампания демонстрирует потребность Минобороны в личном составе, уже получившем высшее или среднеспециальное образование. Такие молодые люди могут рассчитывать на службу по контракту. С этого года мы уже начали комплектовать части военнослужащими по контракту. Образцы вооружения становятся более современными, более техническими. Оснащенность вооруженных сил очень сильно меняется. Поэтому, естественно, ребята с высшим образованием более необходимы. Но и срочная служба становится все более престижной для молодых людей. 20-летний Борис Фальчук успел получить высшее образование и теперь явился на комиссию для прохождения военной службы. Мечтает попасть в войска связи. Решил перезагрузиться и от гражданской жизни, ну и отдать долг Отечеству, получить военный билет, чтобы проще было устроиться на госслужбу. По новым правилам, мужчины, достигшие 27 лет, и не прошедшие военную службу без уважительной причины, получают не военный билет, а справку. Естественно, сейчас многие ребята уже одумываются над этим вопросом, потому что очень тяжело, да фактически нереально, с этой справкой идти работать в силовые структуры, в администрации, в муниципальные. Весенний призыв продлится до 15 июля. Из Люберецкого округа новобранцы уедут служить в части от Калининграда до Дальнего Востока. Однако до 80% люберчан останутся в пределах западного военного округа. Александра Томей, Андрей Иванов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий. Субтитры подогнал «Симон»!